Ну, безусловно, жизнь и встречи решают многое, но до 27 лет я шел в коридоре, который рисовала мама. Ну, все знают, что я изучал английский, что в школе был французский, что я играл на виолончели, что я плавал, добился мастера спорта. Потом я пытался поступить в университет, мама обещала купить мотоцикл. Я не поступил, но этим я спас себе жизнь. Я не поступил в университет после математической школы, а я получил трешку по математике и не добрал балла. Но я поступил в Венделеевский. Там я повстречал своего учителя по-русскому из школы, который не знал русского вообще. Замечательный человек, он был болгарин по-русскому языку, который писал такие предложения, «Льды северо-Ледовитого океана, Тая, направляются в Антлантику». Учитель по-русскому. Я его встречаю на сочинении в Менделеевском. Он у него насчитал 13 ошибок, хотя их там не было. Я поступил на вечерний, работал на вечернем. Преподавателем работал, не преподавателем, препаратором, ну это кладовщиком, на кафедре аналитической химии. И одновременно учился. Потом меня перевели на дневной. Потом на дневной у меня поучился, мне разонравилось. А учился только потому, что мама хотела, чтобы я был химиком. Все делал для мамы. Потом мама говорит, давай-ка к нам переходи. А мама работала в институте мясо-малышной промышленности. Тут у нас есть биохимия. Прогрессивная специальность такая. Я перешел. Закончил со средним баллом 4,52 или 56, сейчас не помню. Вот. И после этого преподавал, после этого, ну такой путь, после этого преподавал, после этого пошел в армию, в армии женился и прожил 3 года с женой, учился в аспирантуре. Потом мне это все надоело. И тут мне встречается человек в Сочи. Он мне говорит, иди ко мне в кабак. Будешь замдиректором. Я тебе буду платить тысячу рублей. А после аспирантуры я бы зарабатывал 153 рубля. Я думаю, что это я буду. Еще в аспирантуре мне надо полгода. Это иначе об меня все ноги вытрут. Я должен всем улыбаться. Я это очень плохо делаю. Если мне человек неприятен, я не могу сделать милое лицо. И я ушел в кабак. Стал работать в ночных кабаках. Запрещенное время. Я работал до 5 утра. Я придумал очень хитрую систему работы. Мы работали 6 дней. Один день выходной и еще там 7 дней другая смена. Мы работали 6 дней подряд. И потом уезжали кто куда отдыхать. Вот такой наладил систему. Поработал 4 года. А потом встретил опять же в Сочи одного своего старого знакомого, который тоже работал в кабаках. Его кличка была Кипа. Анатолий Бальчев. Он даже написал каким-то образом музыку в двум кинофильмам. Вот в кинофильме «Ущелье ведьм» это его там музыка. Бездарный композитор, честно говоря. Но умелый. Умейка такой. Умеет сделать и умеет очень контачить, дружить. Вот. И он меня уговорил. Он говорит, ну что ты в кабаке-то? Ты же хотел вроде музыку когда-то делать. Давай сейчас бабки есть там. Возьмем, купим синтезатор. Возьмем магнитофончик. Начнем писать. Он меня устроил в театр Станиславского. Мне там дали большое помещение. И я там встал вот помоленьку, значит, скорпеться с этим делом. Вот. А потом я познакомился с Севой Плоткиным, таким режиссером. Это тоже такой поворотный момент. А Кипа с ним дружил, потому что писал ему музыку. Вот. А через Севой познакомился со мной редакторшей в экране. И она стала мне давать фильмы. И хотя у меня не было ни высшего образования, ни членства Союза, даже раздумывали на киностудии. Ну, вот он сочнил музыку. Музыка хорошая. Но как вот мы его запишем? Музыка, музыкальное оформление Михаила Муромова. Как мы в титрах его напишем? Мы же не можем написать композитор. Он же не член Союза. Вот такие времена были. Хотели меня выбить с этого. Такой Игорь Контюков был. Он иногда пишет тоже кое-что. Бас-гитарист. Хотел меня выбить с этой картины. Но не вышло. Не вышло. Я их обошел всех так. Но обошел, кстати, очень хитро. Ну, применил какие-то умения. Вот. Обошел. Потом второй фильм. Потом стал писать музыку театра со Светланой Враговой. Написал ей три спектакля. Вот. Они долго шли у нее, чтобы она была в молодежном театре. Ну, а потом вышли песенки по одной. Пошли авторские. Сначала 17 рублей. Потом 27. Потом 50. Потом больше, больше, больше. Это еще до яблочный период. Теплые ливни, флюгер, птица синее крыло, афганский цикл. Все это начало набегать. Потом как-то мне стали резать песню «Капитаны» на стихи Пожиняна. А мы слушали в щелку. Я и Шеферан. А Шеферан мне на ушко говорит. У меня сейчас какие авторские? Я говорю, ну, 700. Вот когда за тысячу перевалят, я тебя с дочкой познакомлю. Вот так все шло. Ну, а потом уже, конечно, Дементьев принес мне книжечку. Я сделал за неделю 10 песен. А до этого я сделал песню «Стюардесса», которую убивала Дина Берлина, такая есть на радио. Три года она ее мусолила. Ей было важно, чтобы Дементьев, ее дочка, устроил в литературный институт. И она тянула эту песню. А песню уже лупила во всех самолетах, потому что была такая система раздавания кассет. То есть я сдаю кассету в тираж. И были армяне такие, они их тиражировали. И по всем ларькам, ларьки были вот эти вот, звукозаписи. По всем ларькам эти песни. Так прозвучала песня «Желтая дорога». Одна кассета так и называлась «Стюардесса». Хотя там моих песен было всего две. А когда он принеслось мне книжечку, я сделал сразу десять песен. Потом еще «Афганистан». Потом говорю, Андрей Дмитриевич, ну давай выпустим пластинку. Ну что-то он как-то взял. Был бы этот танец, она бы, конечно, вышла быстро. Он как-то так нехотя на это посмотрел. Ну она вышла потом, пластинка, потому что у меня взяли яблоки на пластинку с Новым годом. Я потом ходил по магазинам, смотрел, что затерта была именно вторая песня. Потому что именно с этой песней покупали пластинку. А я рассчитывал больше на песню «Улетай», а «Глудили яблоки». Но я высчитывал, правда, это песня арифметическая. Я точно высчитывал количество куплетов припевов, проигрышей. Вы заметили, вот вы подпевали, что там между вторым куплетом и третьим проигрыша уже нет. Потому что он был лишний. Вот, и куплет один, куплет припев сразу. А там два куплета припев. Я долго считал, сколько сделать вступления, там 40 секунд вступления. Как его сделать? Сначала барабаны начинаются, потом бочка, включается малый, потом музыка. Это все надо было высчитать. Вот, ну и вот этот цикл получился. Потом уже вот после «Яблок» уже, конечно, когда уже я выдержал их.